От создателей истории всероссийского обмана. Легендарная программа «Мясо» стала шоком для всей России и крахом мясных королей. Свинги, накаченные антибиотиками, куры в хлорке, шприцованная говядина и фарш из крысиных хвостов. Всё это продают нам за бешеные деньги. Хватит быть лаками, учитесь выбирать. Мясо. Ответный удар. Выход есть. Колбаса, сосиски, пельмени. Три года назад, когда мы делали программу «Мясо», всё это мы подвергли тотальной проверке. И оказалось, что колбаса и тушёнка бывают без мяса. Вырабатываем соевую продукцию. Но ещё большим открытием стало то, что специалисты этого и не скрывают. Я был на одном семинаре за границей. Там задачу московские технологи поставили следующим, астрийским технологам. Нужно сделать колбасу, в состав которой будет входить только стабилизатор, мясо механической обвалки и набор специй. Ждали реакции. Реакция была нормальная. Сказали, хорошо, мы подумаем. И если в колбасе не только мясо, что там? Это для нас было откровением, что вкус держится на порошках. Вот добавка. Московский комплект. А технолог с мясокомбината говорит, ешьте на здоровье. Здесь состав глюкозы, поваренная соль, пряности, экстракты пряностей, усилитель вкуса, антиокислитель. Ничего вредного. Усилитель вкуса, ароматизаторы, закусители. Вроде понятно, как эта химия маскируется в колбасе. Но оказывается, ей же могут накачать и сырое мясо. Мечта любого нечестного на руку мясника продавать по цене мяса воду. Но сколько мяса не кали, вода вытекает. Бесполезно. Чтобы жидкость не уходила, наука изобрела специальные порошки. Они продаются совершенно официально вот в таких упаковках. На этой, например, написана комплексная рассольная система. Внутри это обычный, похожий на муку и пахнущий мясом порошок. Для этого порошка целебного, все равно что курица, что мясо, за 10 минут 700 граммов свинины превратились в 1120. И главное, наш раствор и через сутки никуда не исчезает. Так, по крайней мере, обещают в рекламном ролике производители чудо-инъекций. По такому принципу и карбонат, шейка, грудинка, филей. Михаил Иванович, имя, конечно, изменено, 35 лет проработал мясным технологом на уважаемом отечественном комбинате. Ну, б***н, в мясском комбинате вручную шприцевали и в смену делали порядка 15 тонн окороков. Вручную? Солили вручную. Куриные грудки, бараньи ребрышки, свиная корейка в 21 веке шприцуют все. Все просто. Берем, кладем, иницируем. Здесь инъекции у нас сколько, соврать? Инъекции у нас 30%. После шприцевания на мясе остаются следы и голод. Конечно, покупателю такое не понравится, поэтому на заводах следы заминают специальных мясных массажеров. Массажеры используются для массирования сырья, чтобы оно стало более мягкое, более эластичное, более кусаемое. После таких откровений остается только один вопрос. Зачем? Ответ очевиден. Деньги и тут решают все. То есть, чем больше инъекций, тем меньше мяса. Сегодня мы расскажем, как отличить шприцованное мясо от не шприцованного, скажем, в магазине или на рынке. Но оказывается, вредные добавки попадают в мясо, когда оно еще хрюкало, мычало и кудахтало. Иглоукалывание начинается еще на ферме. Внимание! Шприцы, антибиотики. Журналист меняет профессию. Эти съемки на свиноферме сделал тогда наш корреспондент, который устроился ветеринаром на обычную свиноферму. Послушать хозяев, здесь живут нормальные и здоровые животные. Стараемся, конечно, поменьше их колоть. Стрессы вызывают. Но каково было удивление, что этих свиней всех, без исключения, надо колоть антибиотиками. Вот наш корреспондент ставит один укол. Второй. После укалывания контрольный штамп. Внимание! Считаем штампы. На каждой свинье по три, по пять штампов. Значит, животных кололи и вчера, и позавчера. Да, похоже, всю жизнь. Если мы с вами едим такое мясо, значит, все мы сидим на инъекциях. ЗВОНОК Антибиотик, ну, это, скажем, как радиация. Ее не видно, но она действует. От такого изобилия антибиотиков некоторые особи не доживают до убоя. Вот они, заколотые до смерти, дохлые среди живых. Так что же теперь? Мясо долой? Мы решаем задачу по-другому. Только сегодня в программе «Выход есть» лучшие специалисты мясной промышленности ответят за все и на все. В нашей студии мы научим вас выбирать натуральное и полезное мясо. С момента выхода программы «Мясо» история всероссийского обмана прошла почти три года. Вы думаете, с тех пор что-то изменилось? Да, стало хуже. Но, если хорошая новость, сегодня мы впервые расскажем, как выбрать действительно хорошее и качественное мясо. И вот сегодня у нас в студии преподаватель из Питера, который обучает студентов, как отличить хорошее мясо от шприцованного. Александр Леонидович Вишевский. Итак, Александр Леонидович, что такое шприцевание? Вот у нас есть кусок мяса. Давайте его взвесим. Вес кило сто. Кило сто девятнадцать, если быть то же. Запомнили. И с помощью даже вот такой лабораторной маленькой установочки мы покажем, что можно сделать с куском мяса. Алексей, включайте. Мы включаем. Аппарат у нас шумный. Смотрите внимательно, что происходит. Вот на наших глазах мясо начинает вырастать. Мы накачиваем каррагинаном, определенным раствором. Это опасные для здоровья вещи? Нет, это добавка разрешенная к применению в промышленной системе. Итак, давайте выключаем наш аппарат. Проводим повторное взвешивание. В тот раз я говорил кило сто девятнадцать. Сейчас. Один семьсот сорок восемь. Один килограмм семьсот сорок восемь грамм. Смотрите, еще раз, что мы имели. Вот это на старте было кило сто, это тоже кило сто. Сейчас это кило сто так и осталось, это кило семьсот. Семьсот, да. Вот я прихожу на рынок, я покупатель, вижу перед глазами два таких куска. Как я их могу отличить? Какие признаки? Ну, во-первых, посмотрите, пожалуйста, остались следы от инъектора, от иглы. Посмотрите, какая структура мяса, насколько она стала на полисте. Вот здесь мясо, оно ровное, плотная структура, да? Мышечная ткань хорошо лежит, посмотрите. А здесь такое ощущение, что мысли немножко порваны. Да. Как будто его пожевали уже немножко. Так, а по цвету? По цвету оно стало, конечно, оно стало более бледным. Видите? То есть здесь чисто гемоглобин окраса, а здесь как бы разбавлен. И самое главное, посмотрите, пожалуйста, я давлю вот на этот кусок мяса. Давите. Видите, он возвращается назад. то есть он как пружина. Нажали, вернулся. И гистеризис обратно есть, и оно отпружинивает назад. Гистеризис? Если здесь я надавлю, то кусочек-то вмятины так и останется. А еще какой есть способ? Вот очень простой способ, посмотрите, просто салфеточкой не шприцованный кусок мяса. Я его промокаю. Крепная структура, белковая чуть-чуть и шприцованный кусок мяса. А, во-первых, она не отрывается. Потому что здесь каррагинан, потому что здесь гель, он залипает на нем. Итак, все-таки это была теория. Реальный покупатель шприцевальный аппарат никогда в своей жизни не видит, все это происходит по ту сторону прилавка. Переходим к практике. К тому самому магазину, к тому самому прилавку, перед которым мы с вами всегда оказываемся. И поэтому мы приглашаем в студию Игоря Бухарова, человек, который по долгу службы просто обязан для своих покупателей выбирать, для своих гостей в ресторанах выбирать только хорошее мясо. Игорь Олегович, три, четыре. Вот это то самое мясо, которое мы купили в обычных московских магазинах. У меня к вам вопрос. Как выбрать мясо в магазине? Вот где явно шприцованный, вот какой признак того, что нас где-то что-то пытаются обмануть? Вот шприцованное. Шприцованное, да? Потому что много очень жидкости. А может это просто лед? Это перемороженное? Да нет, нет. Скрываем? Скрываем. И тут видно, что и мясной сок потек. И вообще... И цвет его такой уже блеклый. А смотрите, Игорь Олегович, а смотрите, насколько хорошо оно выглядит в мороженом виде. Естественно, товарный вид должен быть. Но вы когда хотите из килограмма мяса сделать два с половиной, вот это беда тогда. Вот это беда. Тогда человек, который покупает такое мясо, которое его готовит, у него на выходе получается... Это вот явный обман покупателя. Как вы думаете, много вообще мяса в России такого плохого? Много. Больше, чем хорошего? Больше. Потому что... Согласен с этим? Конечно. Знаете, первичное накопление капитала. Пока люди не понимают еще ничего там, вот им вот это вот, знаете, как называется, впаривают. Руки просят сочувствия. У вас вскрыть этот пакет. Сейчас вытащит все. Вот, вот, Алексей, вот это вот беспордонность. Вот рваный, рваный уже... Просто вот это, беспордонность. Вот это вот, я не знаю, где вы его... А где, рядом со Станкино, где мы находимся? Вы ездили куда-то в Тверскую область? Сильно. Давайте подойдем прямо непосредственно к туше говядина. Уж, по-моему, вот это, очевидно, не шприцованное мясо. И как правильно разбираться с ним, мы приглашаем в студию профессионального мясника с рынка. Борис, проходите к нам. Самый ценный, самый дорогой кусок вот в этой... Это вот вырезка. Вырезайте. Не рабочие мышцы. Вот она, вырезка. Ее, конечно, подчистить надо. Сколько стоит должна такая вырезка на рынке? Ну, в пределах, если небольшая аренда, все, от аренды зависит от где-то 450-470 рублей. Вот я хочу объяснить, в чем ценность вырезки. Вот есть корова, да? Она, когда идет, получается, вырезка приклеена к позвоночнику. Это та единственная мышца, которая никогда не напрягает. Оно, то есть, мясо нежное. Об остальных хитростях, как правильно выбирать мясо, в нашем следующем сюжете мы прошли с настоящим мясником на настоящий московский рынок. О хитростях и уловках торговцам мясом он знает, как никто. Борис – мясник с 40-летним стажем. Итак, начинаем со свинины. Свинина светлая, должна быть однотонной. Если где-нибудь изменение цвета, перламутровый, зеленый, значит, такой кусок, он уже не первой свежести. Разобрались с цветом, теперь запах. Запах чистой мясной, никаких посторонних запахов, ни запахов плесни, ничего не должно быть. Качество мяса можно определить, просто надавив на него пальцем. Ямка, которая образуется при надавливании на свежий кусок, должна выравниваться быстро. Вот я подержал пальцем, видите, цвет опять такой же становится. На лежалом мясе выемка не только не исчезнет, но и заполнится жидкостью. А вот если кусок на прилавке подтекает, это верный признак шприцевания. поддоны, это вода, это уже, значит, мясо или замороженное, или шприцованное. Но и сухость мяса тоже нехороший признак. Видите, как блестит мясо. Здесь, смотрите, теперь здесь монотонное, как кожа. То есть мясо подсыхает, начинается обезвоживаться. Вот, его запаха, в принципе, запаха никакого нет. То есть, не тухлая, но уже идет... Бывает и так, снаружи вроде есть аромат, а внутри пошел процесс гниения. Совет мясника, на рынок надо идти с ножом или шилом. Проткнуть кусок мяса и понюхать. То есть, внутренний запах, он все равно пройдет через... То есть, останется на лезвии ножа. Если цвет, запах и плотность мяса устраивают, не лишний посмотреть ветеринарный сертификат или клеймо. Вот этот код московский, 77, это уже даже, кто плохо видит, цифру 77, то есть, вот это мясо прошло ветеринарно освидетельствование в лабораторных условиях. Курице тоже есть особый подход. В первую очередь надо заглянуть ей под крылья. Под крылышками слизь, это уже курица не первой свежести. Затем внимательно посмотреть на голень. Коготки, кончики крылышков, голяшечки должны быть свежие. То есть, если они начинают подсыхать, она с конечностями начинает подсыхать, она уже будет такая сухая. Куриное филе и грудка должны иметь нежно-розовый цвет. Когда она становится в красноту, вот в этих местах, вот в этих, понимаете, то есть, заветренная, сухая корка появляется. Это уже потери качества начинает. При покупке мясного фарша нужно обратить внимание на его консистенцию и цвет. Серая масса с матовой поверхностью лежалый товар. Другое дело, если поверхность блестящая и яркая. Фарш должен быть одного цвета, разного не должно присутствовать. То есть, если вы видите где-нибудь зеленые пятнышки, точечки, в этот фарш добавлен вчерашний, старый фарш, перекручится и добавлен. Этот фарш лучше не брать. Смотрите через несколько минут. Почему в Кремле не держат вонючих баранов? Секреты кошерного мастерства от московских равинов. Зачем свиньи кулются, а куры нюхают? Как из шашлычника превратиться в актера? Кого боятся куриные олигархи? Мясо. Ответный удар. В проекте Алексей Егорова. Выход есть. Итак, нам дано туша, нам дано профессиональный мясник. Работайте. Как это происходит? Проводим с вами Плиц. Мы идем на рынок. Шея сколько должна стоить? Рублей 220. 220. Рулька на кости. Рулька на кости 160-180 рублей. Вот она, рулька. Вот она, рулька, да? Край. Что-то самая вещь, дорогая. Сколько он стоит? На кости рублей 280. Лопаточка это у нас где такая? Лопаточка, вон, передняя нога. Сколько лопатка должна стоить? 260. 260 на кости? Да. Так. А лопатка без кости? Вот чистое мясо. А это уже обвалять без костной 300 рублей. Зад сколько стоит? 280. На кости. Зад без кости? 340-350. Такое слово поэтичное. Нет, ну, можно фрикандон назвать. Это было такое название. Нет, ну, почему фрикандон? Вообще подбедерок, подбедерок, глазной мусс, колоковалок. Как еще, давайте, синонимы вот этому месту? Значит, подбедерок, 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 да. А ковалок? Да, ковалок. Фрикандон? Фрикандон. Фрикандон, проще говоря, гузы. Ну, а поближе по-нашему задох. Задох. Да. А это грудинка. Вот смотрите, мы приходим на рынок, что происходит? Вот я, по крайней мере, на себе это знаю, что мне выдают один кусок мяса, я искренне думаю, что, допустим, покупаю шейку, а реально под видом шейки продают что-то другое. Бывает такое? Вот как здесь какие хитрости? Ну, Алексей, понимаешь, вот как правило, вырезка, край, он более темный, понимаешь? Любая мышца, которая светлая, находится в говядине, это рабочая мышца, там усиленное кровообращение, там она сама по себе светлее, у нее там ускоренностью проходит кровь. Вот Борис делает так называемую кулинарную разделку, а многие же раньше, помните, вот когда мясник работает, да, топором, вот он начнет вот так вот рубить, у тебя и пошила здесь, и ребра, и чуть-чуть... И все кости спрятал. И все кости спрятал. Это же тоже искусство. Я разделил вот это на три части. Так. Вот это три. Они более красные, они более мягкие. И они более на... А это для жарки антрикоты, вот как раз... Ну, без штеки этого... Более красные, на что? Это мягче мясо. Мягче мясо для жарки. Для жарки. Более, менее красные. Светлые. Лучше варить. Это лучше варить. Менее красные. Салаты, заливное, говядину. Тушить. Для говядины это абсолютный закон. Более красное лучше пожарить, более светлое лучше сварить. Я не могу понять, почему люди состоятельные, люди разбирающиеся в мясе, не предпочитают свинину. Ну, свинина, свинина... В свинине, во-первых, очень много болезней. Свинину надо всегда ее сильно тушить, сильно прожаривать. Ее нельзя есть сегодня, вот, скажем, с сердцой. Нельзя. Это опасно. Я тоже не еду свинину. Потом у нас большое количество... Посмотрите, у нас живут мусульмане в нашей стране, иудеи, те, кто не ест... Итак, у нас в стране живут и мусульмане, и иудеи. Мы приглашаем в студию Равина, Иосиф Коган, Ну, здравствуйте, во-первых. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у нас разделанная туша говядины. Почему евреи не едят свинину? Евреи не едят свинину, в первую очередь, из-за того, что, как бы, мы религиозные, мы верующие, и в Торе написано, что нам нельзя кушать свинину. Делится кошерное от некошерного животное, и если животное, оно парнокопытное и жвачное, то есть не или парнокопытное, или жвачное, а вместе должно быть, то оно является и парнокопытное, и жвачное. Оно считается кошерным. Вот кошерный забой, да, на что там обращается внимание? Ну, помимо всех основных религиозных моментов, да, то, что животное должно быть абсолютно здоровое. Когда животное забивают, они начинают смотреть, легкие, в порядке ли легкие, в порядке ли сердце, печень, внутренние органы. Если есть какие-то изменения, животное считается не кошерным. Мы должны его обескровить максимально, то есть оно вымачивается в воде на полчаса, после этого солится вокруг много соли, оно лежит в соли полчаса, стекает, после этого оно смывается в три раза, и после этого можно только употреблять его в еду. Вы знаете, что говорят, что мясо кошерное, забитое, ну, соответствующим, так положено кошерным образом, у него срок годности. То есть в холодильнике оно пролежит, не портится уже не два-три дня, а чуть ли не 21 день. Да? Я точно в днях не могу сказать, но я, конечно, оно намного дольше может пролежать. А вот с точки зрения, с точки зрения правильности заби, вот забоя животных, я считаю, что это очень верно. Я сейчас не знаю. Кошерный забой очень верный. Ну, потому что, во-первых, животное не испытывает никакого стресса, да, у него вскрывается еремная вена, оно теряет кровь и засыпает. Насколько я понял, у них мясо, почему они лучше едят их, не коснулось цивилизации. Они в еде едят по древним обычаям, и это правильно. В смысле не коснулось цивилизации? Ну, то есть вы не совершенствуете, вы не делаете это на мясокомбинатах. Мы это делаем на мясокомбинатах. А вот такой вопрос. Нашу докторскую колбасу вы едите? Мы не едим. Иосиф, кошерное мясо, насколько оно будет дороже? Ну, кошерное мясо, там очень много затрат. Вообще во всем мире принято до 100% затрат на кошерное, оно происходит. Умножай на 2 эту цифру. Умножай на 2 эту цифру. Зат у них не идет в еду, понимаете? Есть все просто... Вот это все, треть того, чтобы отцепить. Написано... А куда все это идет? Обычное производство... Есть просто запрет. Он никак не обсуждается. Вот нельзя есть свинину. Вот почему нельзя? Ну, время свое делает. И мы видим, что уже доказали, что свинина, они такая полезная. Я, конечно, не знаю, уровень ее неполезности, да, человеку, но говядина полезнее 100%. Итак, как выбрать действительно хорошее мясо и как его выращивают? Об этом наш материал. Ленинградская область. Один из лучших мясокомбинатов в стране. Каково же было наше удивление, что даже здесь нет мяса первой категории качества? По своему стажу и опыту на мясокомбинатах не видела первой категории ни разу. У нас нет настоящего первого сорта. Сенсационное признание главного технолога мясокомбината. Но если нет в России, то где? Итак, мы едем на родину качественной говядины в Аргентину. Вот она, та самая знаменитая аргентинская говядина. Бычки сорта Авердинангус, то самое мясо, которое потом на мировом рынке получит высший сорт. Так чем же эта аргентинская говядина лучше нашей российской? Отличия видны еще на этапе выпаса. Вот обратите внимание, стадо 150 голов, одни самочки. Но со стороны смотришь, времени не видно. Кажется, что это бычки. Дело в том, что в Аргентине очень четкое подразделение есть мясные и молочные породы. И вот эти коровы никогда не будут давать молоко. Они только для производства племенных бычков. В России такого деления на мясные и молочные породы нет, дорого. Да и с климатом повезло меньше. И вот еще один удивительный факт. По мировым стандартам лучшее мясо не парное. Более того, продукт экстра-класса должен повисеть в камере холодильника ни день, ни два. Евросоюз требует, чтобы мясо повисело минимум 48 часов. Но лучше дольше. Бывает, мы подвешиваем на 21 день. И это просто божественное мясо. За это время мясо созревает, становится по-настоящему мягким и нежным без всякого шприцевания. Но о главном секрете хорошего мяса у профессионалов говорить не принято. Тема слишком щекотливая. Кстати, знаете, что если вы едите мясо, неважно, говядину или свинину, то на 99% у вас в тарелке будет самец. И уж поверьте, на 100% он будет кастрирован. Если попадает мясо кряка, некастрированного, либо свиноматки, то мясо приобретает крайне специфический запах и аромат. Абсолютно не аппетитный, мягко сказано. И вот еще один удивительный факт. Оказывается, баранина бывает без запаха. И даже не в Аргентине, а у нас в Калмыкии. Самцов, баранов, лучше есть ягнятами. До их полового созревания, до тех пор, пока мясо не примет вот такой специфический аромат. И не станет жестким, кстати. Овец, конечно, тоже едят, но только до первого окота. С каждым окотом, то есть вымывание кальция, мясо становится менее-менее полезным. В этих местах скотоводством занимается с 58-го года. Но в 21-м веке все по последнему слову техники. Щабаны пасутся тогда на автомобиле, каждая овца под номером. И самое главное, контроль за рационом ведет его лично владелец фермы. Они пасутся на вольных пастбищах, не находятся в хлее, в сарае, не стоят в навозе. Нет там никаких аммиачных испарений, и мясо это не может побрать. Итак, что же едят бараны? В основном это трава, чебрец и солодка. Из воды не просто вода, а минеральная вода. Именно поэтому эту баранину скупают лучшие рестораны Москвы. Впрочем, в условиях рынка, а не ресторана, выбрать хорошую баранину тоже можно. Оказывается, правильную, не пахнущую баранину можно отличить по цвету жира. Это чистый, ясный, белый цвет жира. Жесткое мясо от старого барана. Возрастной ценз 5 лет. Еще один секрет в правилах забоя. Главное, сделать это спокойно, быстро, без шума и пыли. Чтобы ее поймать, надо будет обойти с той стороны, с подветренной, развернуть их головой от себя. Тогда овца, она даже не подозревает о том, что ты подходишь, потому что и запах, и звук унесет ветер. Если овца не испугается, не произойдет выброс адреналина и мясо не станет жестким. Стоит обратить внимание на наличие синяков, ссадин, натушек. Ее могли жестко дергать за шкуру, бить, толкать и так далее. Ну, соответственно, значит, овцу напугали. Был массовый выброс адреналина. Как забить, это важный вопрос не только из соображений жесткости и адреналина, и не только у калмыков. Георг, водички, водички. У евреев по канонам Торы за боем занимается Шохет. Этот человек второй после раввина. Клиенты кошерного цеха правоверные религиозные иудеи. Это мы прописываем, что это абсолютно пригодное. На иврите это слово глад. Глад-кошер. Это что абсолютно здоровое животное, которое годно для кошерного питания. Священные книги предписывают строгие правила. Например, зарезать так, чтобы в животном осталось не больше одной капли крови. Если попадет в крови больше, чем 1,6 мяса, то это тоже будет непригодно. Это логично не только с точки зрения религии, ведь так мясо дольше хранится. Потому что кровь это источник разложения. И уж, конечно, никакому санитарному контролю не снилось 39 степеней проверки одного только легкого. Мы обходим все доли легкого и делаем замечания, которые есть. Еще помощнику тоже, чтобы он тоже запоминал. Все, в этой стране ничего нету. Это чистое. Главная задача выбрать не просто здоровое животное, а то, которое никогда не болело и не заболело бы. Смысл вообще от всех этих проверок, что животное на протяжении 12 месяцев, если в него молния, конечно, не ударит или в него охотник не выстрелит, то оно будет жизнеспособным. Итог сегодняшнего забоя отобрали 25 коров за здоровый внешний вид. Из них окончательную проверку на кошерность прошли только 17. Остальные поступят на общий конвейер завода, где правила определяет не Тора, а ТУ, технические условия. Усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, глюкоза, ароматизатор. Прежде чем стать актером, Игорь Гаспарян был шашличником в придорожном кафе, но о таком составе шашлыка никогда не слышал. В общем, полная таблица Менделеева. Сам Гаспарян готовил шашлык из качественного свежего мяса, но сегодня он раскрывает секреты экстремальной придорожной кулинарии. Итак, нам дано мясо протухшее плюс маринад, лук, специи, полстакана красного вина. Задача сделать из этого набора качественный шашлык. Чем больше добавляем, тем больше шансов, что неприятный запах уйдет. И клиент не догадается, что мясо было старым, не свежим. Шашлык и свежего мяса хорошего свинина белеет. А шампур с плохим мясом, он наоборот, мясо свинины, видите, темнеет. На здоровье. Итак, у нас в студии актер, а в недавнем прошлом шашлычник, страсы, Игорь Гаспарян. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, я не страсы, я работал шашлычником в обычном кафе в небольшом городке. С каким мясом вы работали в обычном городке? Только свинина. Вот пойдем, давайте подойдем. Здесь тушь свинины. Что вы делали с этой тушью? Тушей. Я тушь не видел. На самом деле, хозяин кафе привозил мне уже готовое мясо, отрезанное. Поэтому я ничего не резал и что с ней делать, не знаю. А хотя бы с какого места он привозил? Он отрезал, не знаю откуда, но такая длинная, как колбаса с косточками. То ли корейка, то ли вырезка. Я не знаю, как правильно называется. Видимо, длинная, как колбаса. Где-то вот отсюда. Вот здесь она у нас была, вырезка, вот здесь должна была быть коррект. Видимо, вам привозили вот этот кусок. Вот этот кусок, да, его сейчас нет здесь. Он есть у нас, тот самый кусок, длинный, как колбаса, в данном случае уже без кустей. Вот мясо, вот нож. Наша задача приготовить шашлык. И сейчас в студию мы приглашаем человека, который, как никто нам профессионально объяснит, в каком маринаде можно квасить шашлык. Приходите к нам. Это представитель НИИ питания Ольга Николаевна Григорьян. Ольга Николаевна, вот у нас как-то принято, что шашлык должен быть обязательно с уксусом. В моей семье шашлык всегда делают в натуральном виде, не используя никакие вот эти вот вещи. Абсолютно, кроме соли, лука и небольшого количества черного перца. Черный перец молотый? Молотый. А вы как делали? Вот такими шайбами нарезал я мясо, точнее, мой хозяин нарезал, а потом уже я стал это делать. А есть специальные жидкости, чтобы из тухлого мяса сделать? Нет. Нет, нет. Те же... Что мы ищем? Специальные жидкости, чтобы сделать из тухлого, но это уксус. Вот. То есть уксус часто применяют для чего-то? Просто мяса хорошего нет, чтобы замаскировать. Правильно я понимаю? Совершенно верно. Уксус, другие специи, конечно, это немножко или скорректировать вкус некачественного мяса, что очень часто бывает при дорожном каплее. Так, давайте проведем с вами небольшой блиц. Я сейчас вам называю набор самых популярных маринадов, особо маринадов. И вы мне говорите, чем это опасно для здоровья и почему на этом не надо делать шашлык. Уксус. Уксус с точки зрения диетолога, которых я здесь представляю, делает мясо жестче, но зато он дает определенную безопасность в отношении патогенной микрофлоры. Вино очень популярная вещь. Да, совершенно верно, но мне кажется, вино лучше употреблять вместе с шашлыком, с готовым, приготовленным из хорошего мяса. Сметана. Шашлык для заквашенной сметаны. Сметана, это совсем безобразие, потому что это жирный продукт, и это будет способствовать еще большему размножению тех бактерий, которые, в принципе, есть в сыром мясе, мы от них не можем избавиться. И рассчитывать, что мясо будет более мягким в сметане, совершенно не нужно. Вы, опять же, рискуете получить сальмонолез точно так же, как и в кефире. Кефир? Потому что, во-первых, кефир не всегда бывает свежий, если жарко и долго едешь куда-то, а потом это заливаешь или везешь мясо в кефире, всегда есть угроза брожения этого продукта. И сок, и вино. Это детям под шашлык, это маме, папе под шашлык. Вот у нас любят минералки. Минералки, это тем, кто за рулем выпивает. Нет, это же не для употребления внутрь, это для рассудов. Вы понимаете, но Россия такая страна, где как бы у каждого свои рецепты и вкусы. Вот как диетолог, я говорю, что это совсем не нужно. А уж водкой заливать мясо. Да, это наше российское. Вы заработаете гипертонический кризис на жаре или заболевание желудочно-кишечного тракта. Можно сказать, что вот эта еда полезна для человека, вы как диетолог? Для здорового человека полезна. Да, хорошая. В принципе, это довольно жесткая еда, потому что это цельный большой кусок. Его надо хорошо прожевать. Ну, у нас будет маленький кусок. Может быть, маленький кусок. Но он все-таки на открытом окне. Но я, например, своему внуку даю. Ваш выбор. Свинина, говядина или баранина? Вырезка говяжья. Хорошо, живут у нас диетологи. Почему нет? Нет, у нас же не дешевый говяжья вырезка. Армянские диетологи живут. Армянские диетологи живут. К сожалению, в студии у нас с вами огня нет. Сейчас самое время поставить вот эти шампуры на огонь, на угли. А пока перейдем к курам. Чем опасны они и чем полезны? Как выбрать действительно хорошую и не шприцованную курочку? Смотрите через несколько минут. Какой скотине заказан путь к президенту? Куриная мафия. Что на самом деле едят несушки? Что таят в себе ножки Буша? И как хлор в мясе провоцирует онкологию? Мясо. Ответный удар. В проекте Алексея Егорова выход есть. Сколько раз ученые нас пугали то свиным, то птичьим гриппом. Заболевших животных уничтожали. Остальных пытались лечить. Но когда мы делали программу «Мясо. История всероссийского обмана», мы с удивлением узнали, что в России лекарства и пичкают не только больных, но и здоровых животных. Это для того, чтобы улучшить состояние, общесостояние животных. Это Самарская область. Показательная вроде свиноферма. Мы уже рассказывали, как наш корреспондент устроился на эту ферму ветеринаром и как ему поручили колоть антибиотиками всех без исключения свиней. В Ростельхознадзоре свинини под антибиотиковым соусом не удивлены. Именно так живут сейчас российские пятаки. Да что там свиньи? Сыр, яйца, масло, молоко. Антибиотики стали находить даже в меде. А в явных лидерах – курятина. Вот во всех этих курах, неважно откуда они, отечественные, импортные, пусть немножко, но антибиотик есть всегда. Да, конечно. Да, конечно. Это заявление прозвучало тогда как сенсация. Выходит, кур без антибиотиков в стране больше нет. Да, конечно. Это, в общем-то, оплата за то, что мы можем их производить в большом количестве. Чтобы разобраться, какой химии напичкали кур, в Ростельхознадзоре действует специальная лаборатория. Сюда свозят образцы со всей страны. Этот окорочок куплен в обычном магазине. Анализ стандартный. Сначала с ножек берут мясо, потом мясо перемалывают в фарш, фарш разводят до состояния раствора. Раствор перемешивают, и он становится жидким и прозрачным. Итак, наш розовый окорочок доведен до состояния бесцветной жидкости. Теперь вся информация о нем в этой емкости. Ставим емкость на анализ, и уже через час вся информация будет на компьютере. Кто бы мог подумать, но эта стальная труба а дронный коллайдер в миниатюре в миллион раз дороже любого элитного бройлера. Именно он задействован на поиск антибиотиков в мясе. В 20 раз превышение нормы в мясе, значит, в почках и печени еще больше. Смотрим сводку по стране. А в каких регионах самые большие проблемы с антибиотиками? Челябинская область, Амурская область, Архангельская область, Белгородская, Брянская, 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 Брянская. Вот они, пожалуйста. Антибиотики, тетрациклиновые группы. Поскольку явным лидером в сводках тогда был Брянск, мы и поехали именно туда. На крупнейшей в области птицеферме нас было успокоило отдел убоя. Уж они-то умеют успокоить. Пожалуйста, хочешь жарь, хочешь варь, хочешь делай бульон. Ничего не добавляем. У нас идет натуральный продукт. Неужели совсем ничего? Ироссельхознадзор ошибся. Есть такое понятие кормовые антибиотики. Мы используем не кормовые антибиотики, а есть препараты, они подавляют микрофлору. Вот оказывается, где курица порылась и подкормилась. Кроме этого, несушкам делают укол в день рождения. В инкубат Рим колется вакцина болезнь Марека. Закапывают глаза. Дальше уколы в крыло. На 105-й день трофалентная вакцина. Болезнь Юкасла, инфекционный паранхит и синдром снижения и ценносткости. Плюс к этому систематические добавки в воду. Это идет дополнительное введение препаратов именно через воду. А еще распыление газов в воздухе. Наверное, все это по науке и все разрешено. Но по факту выходит не дня без химии. Ну и наконец-то десерт самое страшное хлор. В прошлом году у нас в России разразился скандал с поставками хлорированных окорочков. Оказывается, куриное мясо по нормативам обрабатывалось раствором хлора. Для нас это означает снижение иммунитета, дисбактериоз. К тому же хлор провоцирует онкологию. Так неужели выхода нет? И какую птицу теперь покупать? Сегодня на эти вопросы отвечает магнат куриного бизнеса России Сергей Лисовский. Смотрите через несколько минут какой скотине заказан путь к президенту. Куриная мафия. Что на самом деле едят несушки, что таят в себе ножки буша и как хлор в мясе провоцирует онкологию. Мясо ответный удар. В проекте Алексея Егорова выход есть. Сергей Федорович, вот вы были тогда на записи этой прекрасной программы «Мясо. История всероссийского обмана». Жестко мы тогда выступили по линии кур. Жестко, но справедливо. История не очень жестко. Я считаю, что такие передачи, как вы делаете, они очень нужны, но обязательно надо говорить о хорошем, то есть о том, какое мясо можно употреблять и которое надо употреблять. Вот это те самые фрагменты кур или целые куры, которые мы купили в ближайшем магазине. Тут большое многообразие, есть и с рынка, и замороженные, и грудки. Давайте попробуем посмотреть, что здесь вот вас начнем с худшего, настораживает. Знаете, вы достаточно неплохой ассортимент купили. Я не беру вот этих вот кур, скажем так, дикого убоя, они... Вот эти, да, вы имеете в виду? Что значит дикого убоя? Ну, то есть это не промышленный убой, и к этим курам надо относиться осторожно, потому что многие считают, что если ты купил с рынка курочку, она будет очень полезна. К сожалению, это уже не так, потому что если посмотреть в деревнях, где пасется вот эта птица, она пасется на обочинах дорог, по которой едут машины и так далее подобное. Смотрите, данная курочка написана хлор и перещеркнута. Да. Ну, это многие производители стали писать, когда было панирование американским окорячкам, которые, естественно, оборваются только хлором, и в хлорном практически к льду привозят к нам, потому что иначе они не могут обеспечить доставку и хранение. Подождите, зачем в хлорном льду? Во льду мясо портится в определенных ситуациях. И во-вторых, мы же с нами не забываем, знаете, как заморозили в лед мясо, потом каким-то обстоятельством оно разморозилось, лед превратился в воду, там, частично, мясо испортилось, а потом опять этот брикет заморозили. У нас сейчас и вообще новая технология, мы вообще походим себе хлора, нам он не нужен. Ну, всегда остается кто-то, кто хочет быть умнее всех и сэкономится на хлоре. Кто из этих всех умнее всех? Может быть, не на хлоре, а вот еще на чем экономить? Надо посмотреть, что здесь написано, потому что обычно, если производитель производит много мяса, он с этим не хулиганит. Если здесь написано ГОСТ, ТУ. А, ТУ. Значит, эти вполне может быть инъектированная птица. А, то есть, если ТУ может быть инъектированная. Если ГОСТ, то она не инъектированная. А, вот какая штука. Да, вроде бы скажут, что она инъектированная. Она может пройти через массажер. Еще у нас очень, я считаю, плохая тенденция появилась. То, что у нас торговые сети скупают валом птицу, потом они упаковывают ее сами, влеют такую вот этикетку, малопонятную для потребителя. И продают уже тоже как так же, примерно по такой же цене, как и. Но, надо понимать, что это вал, совершенно непонятно откуда пришедший, больше того. Там могут смешать все, что угодно, не знаю, тонну с этой птицефабрики, две тонны с этой. Ну, то есть, вы не можете контролировать качество. И это очень опасно. Поэтому я настоятельно советую никогда не покупать товар, если нет четкого, понятного производителя. Если стоит там название сети и название там крылышей, торговой сети, это покупать нельзя. А скажите, пожалуйста, дата изготовления и упаковки 10 апреля, это дата забоя? И здесь вот очень хитрость. Если вот вы берете вот, вот это вот забивали на заводе и тут же паковали. Во-первых, ее малую числу трогали руками, да? Во-вторых, дата, которая здесь стоит, она соответствует практически дату забоя. Ну, как бы парная получается. А вот здесь, здесь хитро написано, дата упаковки. То есть, сколько эта птица лежала до того, как ее упаковали, никто не знает. То есть, ни в коем случае не надо покупать там, где написано название торговой сети. Если вы в сети это делаете, эту птицу лапали, по-другому не скажешь, десятки рук. И это очень опасно. И самое главное, непонятно, а в основном у этих ребят, я не по тебе имею в виду, у этих ребят фальшивые медицинские книжки. Понимаешь, потому что у нас, если посмотреть, кто работает в этих разделочных цехах, после этого человек есть точно не будет. Ну, вот с курами мы с вами вроде разобрались. Впрочем, сегодня мы говорили и о баранине, о говядине, о свинине. Итак, как выбрать действительно хорошее мясо? Берите ручки и записывайте. Отправляясь в мясные ряды, помните несколько правил. Первое. Шприцованное мясо теряет естественный красный цвет и главное, становится рыхлым и склизким. Второе. Нажмите пальцем на мякоть. Если свинину или говядину укололи, след от пальца останется надолго. Я давлю вот на этот кусок мяса. Видите, он возвращается назад. то есть он как пружина. Нажали, вернулся. Если здесь я надавлю, то кусочек вмятины так и останется. Третье. Шприцованное мясо можно проверить с помощью салфетки. Приятный запах снаружи еще ничего не означает. Ходите на рынок со своим ножом. Проткнуть кусок мяса, понюхать. Внутренний запах останется на лезвии ножа. И помните, отдельные куски на рынке накачивают так же, как и в магазине. Поэтому просите срезать с туши при вас. И берите тот кусок, что поближе к кости. Рассол и кости друг друга не любят, поэтому туда и не колют. Выбирая курицу на рынке, загляните ей под крыло. Именно под мышками появляются первые признаки запашка. Затем ощупайте ножки. Сухость в курином случае равно старость. Если же вы пришли в магазин, покупайте курочку от крупных производителей и никогда не зарядьтесь на то, что собрано из запчастей прямо в торговой сети. Говорят, после программы «Мясо. История всероссийского обмана» многие наши зрители перестали есть мясо. И зря. Мы не призывали вас, что не надо есть мясо. Мы говорили о том, что не надо есть плохое мясо. А как отличить плохое от хорошего? Об этом мы и рассказывали сегодня на протяжении часа и будем рассказывать впредь. Так что смотрите нас. Выход есть.